Наталья, добрый день. Лет 5 назад брали у вас абрикосовые косточки, порастили, как было рекомендовано, высадили, процентов 70 прижилось. Поздравляю, поздравляю. Сейчас деревья высотой 1,5-2 метра мало. Пусть значит не для абрикоса или не совсем для абрикоса. Листья красивые, когда же будут плоды? А вот вы о чем, Псковская область, плоды захотели. Я пишу, гоните фотографии, вот они. И что мы видим? Сейчас поймете. Мы видим одну фотографию и практически взрослый абрикос. Вторая фотография, я всегда с удовольствием. Мне, знаете все, у меня сердце поет. Не искалечили штамбу. Господи, хоть не часто эти случаются. Боженьки мои, ну есть же еще это у меня ученики. Ну есть. Штамбы не искалечены. Ну, посмотрите, красота какая. А он и должен быть такой. У него пирамидальная крона от природы. Он и должен быть такой. Тем более, что это, еще раз, все эти самые сеньцевые деревья имеют пирамидальную крону. Это касается груш и абрикоса. Но будучи привитые, они уже такую пирамидальную не имеют. Это их минус. Но мы это проходили. И вдруг. И вот наша дама пишет. Если они все в колючках, это дички. А я что, вам должен ответить на вопрос? Давайте еще раз посмотрим. Вот они. Вот они колючки. Вот они, видите? Вот. Вот и сколько. Обратили внимание? Так вот, милая, уважаемая Наталья. Это не колючки. Это вы дождались. Это цветы. Это плодовые веточки. Они называются еще, у них есть официальное название. Вполне нужно. Шпорцы. А вы колючки. Обижайте, Валерия Красинцева. Вот. Обижайте. Я вам припомню, когда-нибудь. Вот. Я шучу. Я так доволен, что у вас теперь приходится в ИСА. Господи, мне столько... Мне это так удается. Иногда грязь появляется. И вдруг, когда приходят такие фотографии, у меня сразу отпускает давление, становится в норму. Как я счастлив за всех. Это мои дети. Это наши дети теперь, Наталья. Ну, а теперь про Ирину. Ирина Егорова. Неожиданно похолодало. На почке и земле выпало 20 см снега, который тут же заледенел. Внимание! Косочки посадило под бутылки от мышей. Да, в это время мышь лютует. Только широкие. Бутылки широкие. Прививки стоят под узкими. Чтобы не сдувало ветром, креплю к земле садовыми гвоздями. Ребята, мы будем учиться. Еще раз. Ирина, мы будем сейчас у вас учиться. И не только у вас. И я еще попала не это. Не, не, не это. Не комментирую. Проклюнули за ночь снегу практически еще две крошки абрикоса. То есть у нас 4. По скорости напишусь, и будет интересно. Обязательно попробуйте не написать. Мне скорость интересует больше всего. Итак, смотрим. Вот она бутылка. Это отрезанное днище. И пришпилена вот такая, ну, я бы назвал ее якорем, что ли. Воткнул землю, и теперь ветром не сдует. Посмотрите, какой интересный снимок. Вот, значит, Россия-матушка. Смотрим сюда. И мы видим, что вот этот абрикос, косточка, здесь плохо видно. Но по ее, как она выше написала. Видите, это одна бутылка, вот, проглядывает вторая. А на что написал, что еще две крошки. Прямо вот в холод в этот дикий взошли. Значит, все правильно. Но всегда под бутылкой более комфортно. Вот, теперь у нее четыре крошки нашли. А теперь смотрим сюда. Теперь смотрим сюда. Вот она Россия-матушка. А вы как хотели. Вот. Но, еще раз. Мы с вами должны быть хитрее. Мы должны быть не тупее. По принципу, что дерево не знает, зачем ему вески. Вот. Просто не умнее, а хитрее. Вот она хитрая. Спасибо вам за такую хитрость, Ирина. А это моя фотография. Видите? Мы с вами не дураки. Итак. Еще одно интересное хитрое письмо. Вот смотрите, сколько у нас учеников, которые переходят в разряд учителей. Присылаю свой вариант конфигурации бутылки для укрытия привитых саженцев. Для того, чтобы бутылку, ну, в данном случае, очень принципиально. Косточку прорастить под бутылкой. Или уже привитка к земле. Вот такой высоты получается саженец. Накрывается бутылкой. Итак. Присылаю вам свой вариант конфигурации бутылки для укрытия привитых саженцев. Для того, чтобы бутылку не сносило ветром. Вариант пока тестируется. Не, ну, это все разные люди. Это же... Мы не хуже ученых. Хоть нас и мордой тыщут. Слово-то какое. Тестируется. Но в течение недели ни одна бутылка не улетела от ветра. Хотя он периодически бывает довольно сильным. Возможно, кому-то будет интересен такой подход. С уважением, Грилеков Сергей. Да, Сергей. Будет интересен мне, в первую очередь. Итак. Вы отрезали дни. Оставили такую пуповину. Так. И когда поставили на это вот отрезанное дно, положили половинку кирпича. Теперь никуда не улетел. Похоже, вы еще и кол воткнули с этой стороны. Правильно? И вот она привычка. Значит, если минусы, темновато там, темновато, оно играет плюс, когда второй этап. Вначале появляются, вначале появляются пучки, ну то есть пучки набухают, набухают, набухают. Наконец появляются маленькие листики. На этом этапе хорошо, а это еще холодно. На этом этапе хорошо, светлую бутылку. А потом, когда листики появляются, а вдруг вас нет, а вдруг жара. А вот бутылка еще жарее. И получится, что листики могут сгореть. Тогда получается черная бутылка. Но у меня черная, светлая, в зависимости от погоды тоже. Вот. Но это надо просто иметь в виду. Если сразу под темную бутылку. Процесс идет медленнее. Все-таки никто не отнимал. Самое главное – это солнце. Я бы все-таки использовал бы светлую бутылку. Вот эту форму я бы тоже сохранил. Но есть еще минус. Поверьте мне, мне приходилось ругать своих помощников. Я всегда делаю звездочку мелкую-мелкую. Вот такими вот, вот такие вот. И тогда получаются эти остроконечные треугольнички. И тогда она впивается в землю. Не знаю, почему вы не заметили этот недостаток. Может, у вас мягкая земля, да? У вас как-то она впилась. А сколько я пробовал пивать, у других пока. Я говорю, делайте, потом помогал. Делайте мне мелкую звездочку. Внется только так. Такая слабенькая получается на изгиб. Вот. Поэтому я бы... Тут вот одна такая длинненькая. То есть, широкенькая. А я бы сделал бы две или три вот так. Понимаете? Я даже потом специально делал. Тик, еще и за одной-две. За одной-две. Ну, это уже такие детали, которые нам могут всегда пригодиться. А те, кто мне помогал, я как сейчас помню. Вот быстренько. Раз-раз-раз-раз-раз готово. А я долго мелкую звездочку вот такие. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Поэтому вы, надеюсь, меня поняли. И про цвет я уже сказал. Про цвет бутылки. Дальше мне присылают. Это он. И вот. Вот тут у меня. Я реагировал как? Это мои слова. Обе косточки. Гранди для высадки. Если не отломать корешок. Кто-то из вас. Может, тот автор выше. Может, нет. Не помню. Вот. Увеличил. Смотрим. Мы видим справа две. Просушившиеся. Остальные еще спят. Я уже говорю. Это звонок для всех. Вот-вот остальные пойдут. Лопаться. Но. Почему-то он мне в письме написал. Одна годна для высадки. Другая уже испорчена. Я не вижу. Если кончик не отломану здесь. Обе годны. Я рассказывал, что вот таким вот хвостами. У меня Тимошка посадил. Я еще удивился. У меня больше 50% таких не исходило. А у Тимошки почти все взошли. Вот. Поняли, да? Я и написал. Обе годны годятся. И человеку так ответил. Он вроде со мной согласился. Другое дело сейчас ни фамилии, ни вне, не вспомню. Так. Здравствуйте, Валерий. Следующее письмо. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Валерий Константинович. Сегодня получил удовлетворение, что посылка пришла на почту. Завтра постараюсь получить. Отчитаюсь. Еще вопрос. Есть абрикос, который высаживал на участке. Чувствует себя вроде нормально, но трескается кора. Пересмотрел ваше видео, понял, что все деревья посажены не совсем верно, хотя и на холмах. Могу попросить вас за совет, что делать. Можно ли просто засыпать? Корни сочет, конечно, их надо засыпать. Ее лучше не трогать, конечно, засыпать. То есть сам вопрос про сливу. Корни наружу надо ли закапать? Я, фото вы пишете, пришли утром. Или вы присылали, или я там не разглядел. Но мне сейчас в голове, извините, гражданин Сигарев Александр, ну пусто в голове, так. Значит, и получается так. На вопрос, понятен ответ, надо же корни закопать. Возможно, вот такая это получился холм. Тогда и корни торчат, и мерзнут. Может быть. И вот тут я вдруг, последнюю секунду вспомнил, где-то у меня здесь, по-моему, в вашей фотографии, мне не хватает памяти. Не хватает секретарши, но кто же будет деньги платить? Потому что работы, огромный объем работы гигантский. Фактически каждый из нас, Латинков, вода, железу, заменили соответствующие институты. Другой делал, что там просто тут полагается, секретарши, а может быть даже секретушки. Вот. А нам не положено ни тех, ни этих. Извините за шутку. Вот он, Александр. Вот, вот, вот. Вот ссылка. Давайте мы ее посмотрим. Я ничего не хочу пускать. У нас впереди еще и годы, и годы. Тут написано, там опять фото, сливый абрикос. Сейчас. Так, смотрим. Полученные семена. Ой-ой-ой. А вы знаете, я, я, я что, я обязан посмотреть. Вот это от меня посылка. Вот так она выглядит. Вот это упаковка. Это для амортизации. Вот. А здесь я что вижу? Вот так. Ну, почти ничего. Может быть, это доказывается, что здесь вроде бы что-то проснулось внутри. Но, гадать не будем. А вот здесь будем. Вот он, вот он корень один, вот он корень два. То есть, у вас уже абрикосы. Ассортины, что такое ассорти? Наступает момент, когда уже понабрали пронумерованные геи, а потом говорят, что сейчас собирают все подряд. Вот. Это как лотерейные билеты. Они собирают, наберут ведро, второе, третье, потом выковыривают, потом промоют, потом высушат. И вот, пожалуйста, результат. А что такое? То есть, смесь, но тем интереснее. Видите? И вот они взошли. Вот уже вот это вижу. Поздравляю. Ну, а как поздравляю? Одни спят, другие уже переросток. Вот он. Здесь смотрим. Ну, так особо ничего не вижу. Здесь особо ничего не вижу. А здесь вижу. Вон они, видите? Так, смотрим дальше. Ассорти, видели? Они все разные, смотрите. Именно потому, что ассорти. Ой. Ну, все бы хорошо, дружище. Вы думаете, он был не закопан? Он был закопан. Это не сразу я это все разгадал. Мне пришлось для этого столько опыта поставить. Закопаешь, просыпается, вылазит целиком. Ну, здесь опять. То, что торфяной горшок, хорошо. Но сыровато. Может быть, только полили недавно. Ну, тогда ладно. Ну, почему он почти пустой? Ну, что, земли пожалели? Ну, это уже так. Ворчу, ворчу. О, видите? Здесь земли побольше. Он уже не жалел. Или сыровато, или вы можете сгноить. Сгноить. Но мне кажется, что вряд ли вы его просто взяли и положили вот сверху. Наверное, все-таки вот там уже слева корешок. И когда этот корешок пивается, страшная сила, как домкрат, поднимает ее и вытаскивает из земли. Вот. О, видите? Это распаковали посылку. Син-манджир, номер три. Вот сигнал. Прогнулась хотя бы одна. Все, садить пора. И здесь проклюнулась. А здесь и здесь проклюнулась. Ай, вот это вот нормально. Вот. И я бы еще... Вы, наверное, ко мне смотрите. Помните, я говорю, что прописал вам, что процитирую на этом. Покажу на вебинаре, да? Подтвердите, чтобы все они были закопаны. Вот это чудо из чудес. А то некоторые уже меня пытаются скопировать, кладут. Я вам потом покажу. Или на вебинаре. А неудобно ругать свои последствия. Ну, взять вот так вот, разложить прямо сверху. Пришлось ругаться. А-а-а. Вот оно как. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Вот сап. Пришла фотография, что пришлось ругать человека. Ой, сколько тут у меня взял. Короче, умудрила взять. Сделать грядку. Молодец. Разложила. Вдавила немножко. И у нее даже вот такие вот. Вот так вот. Сейчас вернусь. Вот. Вот такие вот. Уже хвост выпустили. Причем, еще заранее. То есть, еще при хранении. И она просто взяла, положила. В общем, понимаете. Кругом кто-то пытается меня копировать. Но копирует плохо. Копирует неудачно. Еще раз. Вон там должен быть корень. И она должна была вылезти из земли. А до этого должна быть земля. Вот. Видите? Пожалуйста, повторите, уважаемый друг. Ой, подтвердите, ладно? Ой, ну красота какая. Или вы только сейчас полили. Как-то режут глаза, что сильно сыро. Ну, у вас коллекция. Замечательно. Ну, сад у вас будет, вон, опять. Сын Маджурса номер раз. Тоже начало пути просыпается. Ну, здорово. Вот и тот, и на дальнем плане. Все. Больше мы отсюда далеко не вылазим. Мы сейчас с вами посмотрим сюда. Нет. Сюда мы смотрели. Минуточку. Вот. Мы теперь. Пять фото слива абрикоса. Надо его видеть. Мы пока только первую посмотрели папочку. Вот они. Вот они. Смотрим. Ну, что. Холм видим, видим. Замульсировано. Но, по-моему, корневая шейка не гниет. Такой болезни нету. Раз. Смотрим дальше. Вот. Два. Прививка вон где. Ну, я бы чуть пониже привил. Но придираться не буду. Вот. Ну, сами видите. Я, может, и так вас понял. Я думал, где-то вот где кончики корней, там замерзло. А у вас получилась вот такая история. Вот этот способ, да, когда чуть ли не корни торчат, он написан даже у классиков. Они в более мягком климате разницы большой не видят. Или по корневой шейку. Да, они знают. Закапывать глубоко нельзя. Вот. Потому что кусочек штампика под землей сгниет. Но зато не боятся высоко садить. То есть, вот когда корневая шейка висит в воздухе. Понимаете? Вот тут почему-то они не боятся. Но они все южане. Все авторы, суперавторы. Те, которые мы молимся до сих пор, это всё 19 век. Это так и шло. Знаете, когда меня в шок взял, напечатана книга по... Фамилии не называю. Уважаемые авторитетные учёные с огромным стажем. Напечатали книгу про взаимостойку черешня. Так. Вся взаимостойка началась там, где закончилась. У них в книге было огромное количество ссылок на Германию. Грузию, Армению, Белоруссию, Украину. Ещё на кого-то. А ссылки-то это что? Это как раз правило обращения с ними. По принципу резать, калечить, резать, калечить. Чем больше калечить, чем это. И вот одна из них. Не боятся вот так вот садить. И я теперь понял, в письме вы это имели в виду. Да, у нас Россия, у нас холодно. Вот это нельзя допускать. Стоит здесь. А эта часть под землёй находится. И по данным не может выдержать даже... Где-то, знаете, разные данные. Я тоже обращал внимание. И фамилии настоящих опытных садоводов, опытников. Они всё это проверяли. Даже у самых морозостойких плодовых деревьев определили морозостойкой с корней там 9 градусов, 11, 13. Один раз встретил минус 20. А у меня было минус 40. Новый год. И не снежинки снега. Был такой год. Представляете, и не снежинки снега. Это значит, что земля промёрзла там, пусть не 40, но 30 уже точно. Значит, всё должно погибнуть. Не погибло, правда, но уже другие причины. Мы сделали несколько шагов вперёд. А наука всё продолжает. Вот так вот. Пусть немножко повиснут в воздухе корни. Мы писали-то люди из самого южного юга. А здесь человек, он сразу понял. Он спрашивает меня. Ну что, закапывать? Конечно, закапывать. Ну вот, пожалуйста. Отсюда. А проблема? Вот они. Что там? Вот они, вот они. Не знаю, как увеличить. Вот, видите, грана выше. Ну вот, пожалуйста. Я уверен, что это от корней. Сами по себе деревья очень морозостойкие. Но они должны жить в тех условиях, которым создала природа. Корни под землей. Корневая шейка на уровне. Так, всё. Я этого не видел. У меня опять давление начало скакать. Всё, ребята. Вы сами определили вот эту болезнь. Вот. Не хочу цитировать тех. Цитайте язык, что я такой умный, я такой крутой. А вот этот вот суперавторитет, который вот такие книги. И фамилию остаётся назвать. Тех, кто рекомендовал вот так садить. Выходцы-то из южных стран. А у нас что, напечатали и делали. Вон, на Таймере я жил. На улицу не выйдешь. Хотя, представь себе, что там в Бикини люди ходят. Где-то в Италии. А их сюда. На Иск. Да на улицу. При анимации смерть. Вот так и тут получилось. Так, идём дальше. Я отсюда вылазил. Так, теперь. Может, ещё показал. И вот они, фото корни наружу. Я, правда, не так понял сразу. Ну, теперь я понял до конца. Так, идём дальше. Значит, Александр, спасибо. Вот, лишний раз объяснил людям. Пусть... И ведь это случается повсеместно. Я один раз найдаю. Зачем мы ездили, я не помню. Но тут же выскочил сосед. Константинович, у меня 10 твоих этих. Я так учился. Я ещё не был таким специалистом. Но саженцы продавал. Он мне показывает 10 моих саженцев. Константинович, они все живы, но они не растут. У него получилось, эти же вот так корни в воздухе торчат. В каждом, в каждом. Он их поливал, она размывала почву. Вот так вот. Она не умерла. Она растет, кажется. И у него теперь начинается, когда корни вот так торчат выше, у него начинается процесс адаптации, процесс даже ломки, переделки из корней к рону. Но они не морозостойкие. А дерево просто болеет и замерло. И умереть нету сил. Уже умереть бы ему. И вдруг я говорю, ты что творился? Ты что не знаешь, что корни-то? Ты бы ещё с ногами корня в эфирку посадил бы. А потом ещё удивляешься. Вот таких вот вещей, а не за столом. Я учился. Косточки пришли. Уже получил отчет. Всего четверо суток. Подчёркиваю, четверо суток. Ребята, когда я говорю, что я с вас беру 400-500 рублей за пересылку, чаще влезает... А, клянусь Богом, я ещё не видел вот эти цифры. Сегодня были отправлены посылки. 449. О! 763. Мельком показываю. Зачем он дать? Я адрес померю. 763. Чеховская. Елена, привет, если вы меня слышите. Посылка кило с копейками. Кило с 100 грамм. Так? Так. Способ. Система ускоренной почвы. Стоит ли... Вместо тут было бы 300 рублей, а тут 700. Видите? Стоит это, чтобы за 4 дня дошло? А я ещё, кроме вас, своих 300-400 доплатил. Вот. Но зато я знаю, что четверо суток. И... Ну как, где вы у меня? Я же отчитываюсь перед вами. Это мой долг отчитаться. Так. Это сало. Это... Чеховская. И всего-то я отправил... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать черенков разных. Так. И косточек. Немножко. Можешь, хабряков, 120. Вишня, 10. Вишня, 10. Мелба, 10. Благрузин, 10. Толба, 10. Ассортина, 5, 10. Ну, видите, какие сцены. Это за скорость. А почему? Когда мне говорят, ваши косточки просулись в посылке, а у меня снег лежит, извините, мне хоть со стыда провались. Тогда я беру, отправляю в скорую почту, потому что поменьше в тепле было. И доплачиваю свой карман. Заперешил. Отчитался. Поэтому я вот клюнул вот на эту цифру. Четверо суток. Я это не выдумываю. Несколько человек написали. Не может быть, но за три дня дошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok